Приветствую вас. Для меня ситуация, которую вы описываете, выглядит примерно таким образом, что вы для чего-то, нуждаясь в доверии, действуете таким образом, что изо всех сил вы пытаетесь расположить человека к себе. Вы это делаете через обесценивание себя, через обесценивание своих желаний, своих действий, своих мотивов, потому что если вы для чего-то нуждаетесь в том, чтобы доверять другому и делаете для этого, вероятно, всё, что от вас не зависит, то, соответственно, вы это можете сделать только через обесценивание. Поскольку себя вы обесцениваете и поскольку именно благодаря тому, что вы себя обесцениваете, вам необходимо это самое доверие, потому что вы пытаетесь заменить то, что вы себе обесцениваете чем-то другим другого человека, что вы, соответственно, идеализируете. Вы выбираете себе такого мужчину, такого партнёра, который вас, собственно, обесценивает. Ну, потому что именно обесценивающего партнёра нужно пытаться убедить в том, что вы хорошие. Ну и здесь, соответственно, получается некий такой замкнутый круг, да, что вы выбираете человека, который вас обесценивает, вы подкрепляете у него, его позицию, что вас, что вас можно обесценивать, вот, и, соответственно, вам человек раскрывает то, что вы в себе не принимаете, собственно, это и определяет вашу боль. Боль здесь это непринятие того, что вы сами в себе обесцениваете. Ну, или боль здесь это непринятие того, что вы, к примеру, фрустрируете из-за невозможности оправдать чьи-то ожидания, например, ожидания вашего партнёра и так далее, ну, мужа, я имею в виду, мужа. Вот. То есть тут такой вариант может быть. Дальше. Это вот то, что, ну, то, как мне это видится в общем. Теперь, если говорить более конкретно и более детально, то ситуация выглядит немножечко, скажем так, странно, наивно. Вы пишите. Муж постоянно находит изменения в других людях и их действиях. Постоянно все у него плохие, грубо порыцают. Ну, помимо того, что это некая такая психологическая игра в «Попался негодяй» в родительский комитет играл. Да. Это ещё и перенос. То есть ваш муж переносит на тех, кого он критикует, ну, свои собственные проблемы, да. То есть у человека внутри есть негатив. Ну, соответственно, этот негатив, он, ну, реализуется, реализуется таким образом. Вот. Если бы человек этого не сделал бы, не делал бы, точнее, то ему было бы очень сложно. Но важно здесь немножко другое. Что вы, как будто бы, вот знаете, по моим ощущениям, да, как будто бы вы, конечно, в курсе, что такая особенность вашего мужа есть. Вот. Вот. Но в то же время как будто бы вы её отрицаете, что ли. Вот. То есть, ну, вы если выбрали человека вот такого, то по идее вам бы его принимать, а вы его не принимаете. И вот это, конечно, достаточно важный, как мне кажется, момент. Дальше. Он хвалит меня и заботится, я тоже поддерживаю его во всем. Но бывают такие эпизоды раз в полгода, когда всё его зло переходит на меня. Одно я вдруг оказывается плохая по сравнению со всем. Всё хорошее, что я делаю, игнорируется. Доходит до того, что всё, надо разводиться. Всё это начинается на пустом месте, никаких ссор тому не предшествует. Потом, будто бы ничего не было, будто бы меня не сравненно с грязью. Все вокруг снова плохие, а я после долгого времени вообще не понимаю, как ему доверять, не хочу общаться, не хочу помогать и поддерживать. Больно. Ну, получается, что вы всё это принимаете на свой счёт, смотри. И получается, в какой-то степени, что вы в целом мыслите такими категориями, как хороший, плохой. Да? Это вот какая-то такая позиция детская напоминает, что вот вы говорите, что меня сравняют с грязью. Нет, нет, нет. Человек, он говорит про себя. А вот то, что вы чувствуете себя втоптанной в грязь, это вообще больше про вас. Больше про то, что вы сами чувствуете. Это уже больше про ваши собственные ощущения. Ну и самое главное, как-то не очень понятно, как это всё связано с доверием. Потому что вообще-то говоря, доверие другому человеку, это миф, доверять нужное себе и, соответственно, на основе этого уже выстраивать отношения. А у меня такое ощущение возникает, что вы пытаетесь на человека опереться. Вы пытаетесь на человека как-то вот опереться для того, чтобы комбинатировать. Как компенсировать то, по поводу чего вы сами хромаете. Дальше. Вас не смущает, что муж находит изъяну в других людях? Не смущает, что все для него плохие и только вы хорошие? Не смущает вас такая постановка вопрос? Может быть она вам нравится? Не смущает вас то, что у человека такие достаточно, эээ, ну я бы сказал, резкие перепады настроения. Когда он внезапно эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Не забывает прям, в прямом смысле этого слова, оно, как бы, ну, прошел, продевает, вот, так, вспыхнул и забыл. Не смущает ли вас тот факт, что вы достаточно сильно на этом наступаете, то есть вы удерживаете, как будто бы обиду, как будто бы вы ее не отпускаете, как будто бы вы, как будто бы вам она нужна. Это обидно. Ну вот, пока что и получается, что вы в какой-то степени целенаправленно выбираете такого человека, который будет вас обижать. А вы получите возможность через обиду, через нежелание помогать человеку и поддерживать его жить для себя какое-то время. Более-менее данная потребность, ну, удовлетворяется. И вы снова хотите поддержать, поддерживать, так сказать, своего, своего мужчину, своего мужа. Вот, по такому кругу, ну, как бы, все у вас и происходит. Ну, соответственно, да, отвечая на ваш вопрос из этого круга, можно выйти, безусловно. Но для этого нужна психотерапия. Вот. 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 Как-то. Так. Примерно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.